Коллеги, добрый день. На сегодняшнем заседании предлагаю подвести предварительные итоги работы за 2012 год. Конечно, поговорим о перспективных задачах, о том, как повысить эффективность нашего военно-технического сотрудничества с другими странами. В состав нашей комиссии вошёл Сергей Кужегедович Шойгу, вы его хорошо знаете, министр обороны Российской Федерации. Он человек опытный, профессиональный, уверенно, активно подключится к нашей работе совместно. Теперь о результатах, как таковых. Они позитивные. В текущем году мы выходим на рекордный уровень по экспортным поставкам военной продукции. Их объём превысил 14 миллиардов долларов США. То есть план на год перевыполнен. При этом хотел бы отметить и качественные изменения в системе ВТС. Наряду с традиционными поставками современных систем вооружения развиваются новые направления деятельности, имея в виду, прежде всего, совместное производство продукции военного назначения и следовательские разработки. Такая кооперация с партнёрами позволяет снижать издержки производства, повышать конкурентоспособность нашей продукции и создавать условия для выхода на рынки третьих стран. Считаю очень важным и тот факт, что мы всерьёз занялись восстановлением своих позиций на рынке услуг по модернизации и ремонту военной и ещё советской техники. Прежде всего, это важно для того, чтобы подтвердить нашу компетенцию, иметь возможность закрепиться на наших традиционных рынках, поучаствовать в ремонтах, модернизации. Это тоже достаточно большой объём заказов. Всё это позволяет не только сохранить существующий портфель заказов в сфере ВТС, но и рассчитывать на его увеличение. Так только за текущий год были заключены новые экспортные контракты на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Российские оборонные предприятия получают уверенный задел на будущее, возможность создавать рабочие места и обновлять материально-техническую базу производства, проводить масштабные научные исследовательские работы и внедрять передовые технологии в свою работу в целом. Укрепляются позиции нашей страны как одного из ведущих мировых производителей военной продукции и специального назначения. Россия, конечно, продолжит сотрудничество со своими традиционными партнёрами в сфере ВТС, но не менее важно для нас выходить на новые рынки, расширять номенклатуру поставок и сервисных услуг. Мы понимаем, что конкурентная борьба в этом сегменте международного рынка очень высокая и очень серьёзная, и чтобы преуспеть в этой борьбе, мы должны работать на опережение, предоставлять нашим производителям и разработчикам вооружений больше возможностей для демонстрации их научного и технического потенциала, продвигать информацию о новейших российских достижениях на специализированных выставках. У нас уже несколько площадок существуют, работают, и работают достаточно эффективно. Наши оборонные предприятия демонстрируют свою продукцию примерно на 20 крупнейших выставках, проходящих в зарубежных странах. А в России, как я сказал, также сложилась своя система востребованных и авторитетных демонстрационных площадок. Ежегодно мы принимаем до 10 международных форумов, многие из которых получили мировое признание. Это авиакосмический салон «Макс» и форум технологии машиностроения в подмосковном Жуковском, военно-морской салон в Санкт-Петербурге и российская выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Конечно, необходимо постоянно повышать уровень организации такого рода мероприятий, последовательно развивать соответствующую инфраструктуру. Проведение выставок – это отличная возможность продемонстрировать реальные позиции и потенциал России как одного из лидеров глобального рынка вооружений, наладить взаимовыгодные контракты со смежными гражданскими отраслями, с отечественными деловыми кругами. И особо отмечу, что такая работа должна помочь в деле военно-патриотического воспитания наших граждан, особенно молодежи. Предлагаю сегодня подробно обсудить шаги по реализации наших предложений нашим партнёрам, по развитию выставочной деятельности. Нужно уметь, как говорится, показать товар лицом, а значит, расширить наши возможности в сфере военно-технического сотрудничества. Давайте все эти вопросы обсудим.